Всем большой привет! В этом видео хочу поделиться с вами рецептом своего любимого теста для пельменей и вареников. Оно для меня не просто любимое, а единственное. После того, как я его сделала в первый раз, другое даже не хочется готовить. Оно идеальное, очень хорошо раскатывается. Лепить вареники и пельмени из него просто одно удовольствие и неважно с какой начинкой. Ничего не вытечет, все останется в середине. Это тесто совсем не сохнет. Готовые изделия можно не накрывать полотенцем, а при варке не расползается. И все изделия из него имеют отличный внешний вид. В подсказках в правом верхнем углу экрана будут рецепты блюд из этого теста. Переходите и готовьте. И кто еще не подписался на мой канал, присоединяйтесь. Кнопка подписки в правом нижнем углу экрана. Мне будет очень приятно готовить вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok По рецепту для этого теста нужно брать по стакану воды и молока. Вы можете взять что-то одно, 2 стакана воды или 2 стакана молока. В кастрюлю побольше наливаем молоко, воду, кладем соль и яйца. Все хорошо перемешиваем. Теперь в 2-3 подхода добавляем по несколько столовых ложек муки, каждый раз все хорошо перемешивая до однородности. Нам нужно сделать тесто по густоте, похожее на тесто для блинов. Обычно я кладу 9-10 столовых ложек муки. Далее кастрюлю с тестом ставим на плиту на медленный огонь и постоянно, интенсивно помешивая, завариваем тесто. Через несколько минут оно начнет густеть. Не останавливаемся и мешаем дальше, проходясь венчиком или лопаткой по стенкам и дну кастрюли. В итоге у нас должно получиться тесто по густоте, напоминающее манную кашу. Снимаем кастрюлю с плиты и немного остужаем, так чтобы тесто можно было месить и рукам было не горячо. Понемногу начинаем насыпать муку и замешивать тесто сначала венчиком или лопаткой, а потом руками. Муку досыпаем до тех пор, пока тесто не пересыпается. Станет липнуть к рукам. Оно в итоге должно получиться довольно тугим. Если тесто будет очень мягким, оно может расползтись при варке. Муки может уйти немножко меньше или немножко больше, чем заявлено в рецепте. Все зависит от того, какого размера у вас мерный стакан и от величины яиц. Из данного количества продуктов получается довольно много теста. Если вы не используете все за один раз, тогда его можно положить в морозильную камеру. Там оно сохраняется очень хорошо. А если не хотите замораживать, то сделайте половину порции. Его вполне хватит, чтобы накормить пельмешками или вареничками всю семью. Кому понравился мой рецепт, рассчитываю на ваши лайки. И не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик возле кнопки подписки, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на моем канале. Всем хорошего настроения и до встречи в новых видео! До встречи в новых видео!